всем привет ну что никогда не было видосика по замене пары шестерни шестерни и венчика на болгарке на обычной китайщине power tech 125 я просто уже начал снимать шестерню посмотрел если она у нас наличие есть такая пара потому-то решил заснять уже и ролик так вот продолжаем стопорная сняли и 6 снял так практически руками снимается здесь шпонка теперь самое трудно это венчик нужно будет откручивать заднюю снимать заднюю часть именно в данной болгарки китайщине снимаем щетки все откручиваем корпус головы от основного корпуса 4 самореза ну что у меня подшипник надо будет его тоже менять так теперь на удачу ребята либо пойдет мы добавим масличка сюда можете в дэшке дэшка нынче дорого масличка почему говорю на удачу сейчас будем наносить ребята удары по корпусу головы не пейте там где отверстие для саморезов ни в коем случае хрупко пить нужно вот здесь будет где резьбовое соединение под ручку пойдет а может и нет да корпус очень хлипкий что беда сидит не идет так коль у нас подшипник все равно под замену будем видите венчик он бегает чуть-чуть ему не хватает то нам будем сейчас снимать обойму ну вот так сказать пыльничек этот изымаем то есть короче нам нужно будет подшипник чтобы шарики высыпались выпадет только таким способом придется геморройным чтобы спасти корпус металлический есть еще варианты сверлят просверливают вот здесь отверстие через клетчатку обдува и получают доступ к шайбе которая удерживает подшипник верхних но дисбаланс скорее всего будет уже на клетчатке лучше таким стопроцентным но более долгим так теперь нам надо будет сепаратору там раздолбать согнать шарики в одну сторону и попытаться уже вытащить с внутренней обоймой ям так вот уже плоскоупсенный вытащил сепаратор сигнал шарики в одну сторону пытаемся как-то выдавить его уже так как-то наискать ставить там где шарики ведь как уже бегает якорь не приложишь ребята особые усилия потому что такое за все хлипенькая вот видите есть и своди бы скоро получим оба мы получили уже результат так все съемником теперь снимаем внутреннюю обойму откручиваем вот эту шайбу прижимное которая удерживает этот подшипник выбиваем наружную обойму отсюда отсюда запрессовываем подшипник ну какой-то не за при словах устанавливаем сюда новый подшипник зажимаем этой шайбой и потом будем уже сейчас покажу как будем забивать я так мы теперь займемся вот подшипник новенький установлен шайба шайба поджата смазку убрали старую со стружкой для более легкого вхождения якоря в подшипник чуть-чуть смажем его маслечка и теперь так новый венчик берем одеваем его сразу и теперь нам нужно вот так вот чуть-чуть где стоп кнопка находится так придерживайте сюда рукой потому что будет от удара молотков по корпусу будет уходить наискос то есть придерживайте сюда вот это делать на поле жесткой древесение так и контролируйте каждого производителя может быть по-разному расстояние здесь уменьшаться вам нужно будет шпонку еще загнать так мы якорь практически уже загнали сейчас мы посмотрим что у нас ну да еще чуть-чуть мы сейчас уже установим шпонку так проворачиваем венчик посадочное место под шпонку чтобы было одинаково так теперь пиццетиком устанавливаем шпонку пиццет магнитный шпонку привыкать поможем отверткой придерживаем шпонку отверткой и теперь нам надо венчиком попасть на шпонку посадочное место то еще так как геморрой на работа ребята чик чик все есть и осталось нам еще нанести несколько последненьких ударов по корпусу и можно будет менять шестерню так все собрали щетки установили здесь все собрали проверяем легко ли вращается вращается легко что нам теперь самое простое осталось устанавливаем шпонку на вал берем шестерню чтобы совпало посадочное место на шестерню под шпонку лучше вот так вот пинцетом сжать шпонку чтобы она не уходила оп 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 есть так села наша шестерня полноценно на вал ставим стопорное кольцо чик есть все прекрасно все что в редуктор добавляем смазки которая выдерживает 120 градусов температуру не надо по самые лучше смазку добавлять ну и все можно сказать что ремонт завершен давайте соберем уже запустим ее после сборки обязательно проверните проверьте вращается ли легко вал тогда только можно запускать ну вот так вот поделился с вами своим способом замены венчика снятия и установки его так что было интересно и полезно поставьте лайк для продвижения технического канала на просторах ютуба всем пока пока до новых встреч до новых встреч и Продолжение следует...